Доброе утро! Карен, я насколько понимаю, это в первую очередь, наверное, к вам вопрос. Что за фестиваль, как он прошел и как оцениваете результаты? Фестиваль прошел хорошо, поэтому все студенты подготовились, команды тоже подготовились, независимо, мы с ними тоже работали. Для того, чтобы возродить здесь лигу, мы решили провести такой небольшой фестиваль. Тематика была абсолютно свободная, и ребята сами готовились, без всякого плагиата, сами все писали, все, что было актуально. Какие молодцы! Ну и каждый день с ними наработками, вплоть до даже бывало так, что в праздники выходили. То есть организаторы тоже работают с командами в вопросе подготовки материала? Да, да, конечно. Ух ты, настолько серьезно. Я, насколько понимаю, мэрия активно принимала участие в этом мероприятии. Да, Султан, вы... Какую цель перед собой стоит мэрия? Зачем мэрии и КВН? Ну, во-первых, это культурно-досуговое развитие молодежи, творческое. Перед нами стоят в программе такие задачи, как именно развитие этого направления, направления КВН. И поэтому мы занялись организацией данного мероприятия. Все это ведется, как сказал уже, КРН для того, чтобы открыть постоянную действующую лигу КВН городскую. Мы провели то, что 22 марта мы фестиваль. Это была такая у нас начальная стадия для того, чтобы мы просто посмотрели потенциал, насколько ребята, молодежь заинтересована. И такие пошли даже на некоторые такие хитрости для того, чтобы именно присутствовала идеология КВН. Мы сделали такие грубые запреты, так скажем, студентам. Мы сразу им сказали, что с парни кто уходить не будет. Что у нас не будет вольготного такого поведения. Поэтому как раз мы поняли, что те ребята... Только те, кто ради творчества. Да, те, кто ради творчества на самом-то деле. И молодцы активно очень начали участвовать именно в подготовке лиги. Когда мы сказали о том, что не будет плагиата, будем делать все сами и заново. Все были, конечно, ошеломлены для начала. Ну, так, наверное, строится история. Конечно, так намного интересней. Скажите, пожалуйста, сколько набралось участников? На прошлой группе было 7 команд. Это вся республика или только Черкесия? Нет, это только Черкесия. Не слуха. 97 человек, по-моему, если не ошибаюсь, на сегодняшний день. Да, на сегодняшний день 97 человек. Мы даже создали группу. И там тоже переписываемся, новости. Все, что необходимо, вся информация идет туда. Это, получается, учебные заведения? Да. Скажите, ну вот в целом, как уровень? Потому что для первого мероприятия наверняка есть куда расти. Я имею в виду уровень команд, уровень юмора. Вот было смешно на фестивале? Конечно, было смешно. Это было смешно, но нет. Все, тем более, шутки были абсолютно актуальны на тот момент. И с подготовкой. И старались писать не только на наш, к примеру, город, а еще более. Чтобы сторонний зритель включил запись и тоже понял, о чем шутят. Да, конечно. Ну, это круто. А были какие-то запретные темы, на которые нельзя шутить? Да. Да? Были запретные темы. Все-таки есть цензура в Кавырине. Конечно, она есть. Знаете, мы, как вы сказали, хотим все-таки более новый такой уровень, не обширный, и выйти на более высокую ступень. И в первую очередь мы запретили шутки о религиях. Также у нас в Кавырине нет национальной принадлежности. Мы все едины. То бишь отдельно какую-то национальность никто абсолютно не затрагивает. И принадлежности, как я сказал, уже нет. 20% мы оставили общий кавказских шуток просто для того, чтобы ребята могли разбить какие-то стереотипы, либо же подчеркнуть какие-то наши кавказские достоинства. А нет шуток про религию, очень мало шуток про национальную идентичность. А вот о чем чаще всего шутят? Про что шутим, да? Про что шутим-то? Ну, в основном бытовые темы, потому что что чаще встречается. И на данный момент мы даже им сейчас дали задание. Тематика у нас год театра или выборы. То есть можно их объединить, можно по отдельности сделать. Вот ребята сейчас на эти темы готовятся. У нас планируется 17 мая игра. КВН, значит, фестиваль Кубок Мэра. Будет проходить в амфитеатре. И это будет, скорее всего, где-то 16-17.00. Да, мы готовимся ко второй игре, где хотели бы уже больше заявить о КВНщиках, чтобы они дальше более так мотивированно занимались. И скажите, пожалуйста, как вход? То есть все желающие могут... Свободный. Да, свободный. Свободный абсолютно. Вот так вот. И, соответственно, будет какой-то жюри, который будет выбирать, кто сегодня достоин получить Кубок Мэра. Кубок Мэра. Мэр, может быть, будет присутствовать? Мы очень надеемся. Мы очень надеемся. Знаете, я по этому поводу хотел сказать, что на самом деле нас в наших начинаниях очень поддерживает мэрия, в первую очередь в лице Тембива Руслана Алиевича, также Елены Альбиновны, Енсен, Данильчук, ну и, соответственно, нашего непосредственного начальника, это Бондаренко Александр Иванович. Очень нас поддерживают, подсказывают. В частности, Александр Иванович мне очень подсказывает, как правильно, как лучше, как подстраховаться. Поэтому мы очень рады и благодарны тому, что они нам оказывают такую поддержку в мэрии. Мэрия работает с молодежью достаточно активно. Конечно, конечно. Ну, это самое главное. Как раз сегодня такой день. День, нет, вчера. А вчера был, да, день солидарности молодежи. Я думаю, что это далеко не последнее мероприятие, чем занимается мэрия. Вот расскажите, пожалуйста, о ваших планах. Что планируете делать с молодежью? По поводу дальнейшего развития молодежи, да, у нас есть не только, конечно, творчество, юмор. Также мы творчество реализуем в интеллектуальных наших мероприятиях. Также 16 мая у нас пройдет в ДК битва юристов среди студентов. И те мероприятия, которые на сегодняшний день мы планируем провести, стараемся проводить с какой-то дальнейшей перспективой для студентов. Как вам известно, да, у нас в этом году выборы. И тематика данной Олимпиады в этом году у нас избирательное право. И будут уже приглашены некоторые ведомства, да, будут приглашаться еще. То есть Единая Россия, избирательный комитет. И для вот этой перспективы как-то стараемся договариваться о том, чтобы был какой-то кадровый резерв выделялся для этих ребят, для талантливых ребят. Чтобы, может, какой-то на общественных как-то началах они начинали свою трудовую деятельность профессиональную в будущем. Ну, почему нет? Видите, это такая пусть потенциальная, но возможность потом трудоустроиться. Так как мы также занимаемся трудоустройством молодежи, это один из пунктов нашей программы молодежной на сегодняшний день. Направлений на самом-то деле много. Юристов тоже. Юристов тоже. Помимо юристов-экономистов, тоже планируем топ-экономист, такого же рода олимпиада, но для экономистов это уже, скорее всего, будет на осень, осенью проводиться. Как раз ребята, наверное, уже активизируются больше, потому что, смотрю, готовятся все к сессии с экономистами уже, скорее всего, осенью. Ну что, у нас есть такая традиция, гости, которые приходят к нам в передачу и желают доброго утра нашим телезрителям. Я вас попрошу тоже присоединиться и сказать пару приятных слов тем, кто вас сейчас смотрит. Дорогие телезрители, доброе утро. Желаю вам провести сегодня успешный день, неделю, да и вообще, чтобы все ваши начинания, все ваши цели, планы, мечты исполнялись и реализовывались. Спасибо. Ну что же, тоже хочу пожелать дорогим телезрителям доброе утро, прекрасного настроения и побольше улыбайтесь. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам. Что ж, дорогие друзья, а мы на этой нотке продолжаем эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова